Сегодня 10 трюков стиля, о которых многие не знают. Первый, выбрать правильную модель карманов для ваших штанов. Какие бы штаны у вас не были, будь то чиносы или костюмные, всегда возникает проблема с выпуклыми карманами. Вы знаете о чем я, будто у вас появились уши на бедрах, из-за чего они выглядят шире. Если с вами такое случается, то это происходит потому, что штаны вам не подходят по размеру. Они могут быть слишком в обтяжку с бедрами. Или это такой стиль карманов. На брюках встречается три типа карманов. Первым делом идет вертикальный тип. Его чаще всего встречаем на костюмных брюках. И данный тип чаще всего подвержен выпуклости. Ведь если брюки не подходят по размеру, то карман складывается и выступает. Чтобы исправить это, сходите к портному или зашите карманы, чтобы они не морщились. Но в таком случае вы не сможете ими пользоваться. Следующие два типа карманов, на которые следует обратить внимание при выборе штанов. Первым идет диагональный карман. Вы такие встретите на некоторых штанах. Такие карманы менее подвержены выступаниям. И второй тип – это горизонтальный карман. Или его еще называют вестерн стиль. Он никогда не выступает, и это мой любимый вид карманов. Второй совет – как избежать торчащих плеч. Думаю, вы понимаете, о чем я. Вы делаете все по инструкции, вешаете ваше поло на вешалке в шкаф. И тут вдруг на них появляется небольшая выпуклость на плечах. Ключевая вещь, которую необходимо запомнить – надо вешать на вешалке тканные вещи. А вязанные – складывать на полочки. Разница в том, что тканные – это обычно рубашки. Это будут ткани, у которых плотное плетение. Вязанные – это противоположная сторона. Обычно это футболки. Их лучше складывать. Кто-то из вас может сказать. Антонио, я хочу вешать свои футболки, мне нравится, как это выглядит. Хорошо, тогда выбирайте вешалки с широкими плечиками. Такие вешалки не оставляют пупырышки на вашей одежде. И не оставляйте висеть ее больше нескольких недель. Следующий трюк – это использовать цвет как специю. Мне нравится приравнивать цвета к соли. Вы добавляете соль в еду, чтобы раскрыть вкус, а не чтобы испортить блюдо. На моем костюме синий доминирующий цвет. Немного белого, но давайте его заменим. Добавили немного цвета, и все заиграло другими красками. Бум, ну что думаете? Выглядит лучше, чем предыдущие платки, правда? Добавляя немного цвета, раскрывает вкус всего образа. Это переносит нас к следующему трюку – аксессуары. Правильный аксессуар может прокачать ваш внешний вид на целый уровень. Пиджак без платка выглядит, будто ему чего-то не хватает. Найдите запонки для рубашки, а также часы, которые подходят вам по стилю, и внедряйте их. Следующий совет – это сбалансировать пропорции вашего тела, используя подходящую по размеру и цвету одежду. Например, если у вас короткие ноги, такое часто встречается у низких ребят. Тогда вам надо попробовать подчеркнуть линию ног. Как это сделать? Всегда подбирайте ремень, который сливается с вашими брюками. Это визуально удлинит ноги, а вас сделает выше. Еще один совет, чтобы не уменьшать свой рост – это никогда не носите оверсайз пиджак. Будь то спортивный или костюмный пиджак. Пиджак нормального размера должен слегка покрывать нижнюю линию ягодиц. Следующий трюк, который мало кто знает – это чистить свою одежду только когда она реально запачкалась. Я знаю, что это звучит очевидно, но вот в чем суть. Многие парни надевают костюм один раз в год и после этого отправляют его в чистку. Она очень вредная для вашей одежды. Сравните это с видеоиграми. У вашей одежды не так много жизней. До тех пор, пока она не испортится. Поэтому с костюмами, пиджаками и блейзерами и даже с хорошими свитерами надо быть аккуратнее и носить их в чистку только когда они уже реально грязные. Для меня это 20-30 использований или один раз за сезон. Следующий совет, когда вы пакуете сумку и думаете, что надеть в самолет – всегда надевайте самую тяжелую пару обуви. Это сделает ваш багаж легче. Пакуя туфли, используйте сумку для обуви, чтобы они не пачкали остальной багаж, а сами не поцарапались. Далее поймите разницу между прямой шнуровкой и крестовой шнуровкой. Прямая шнуровка всегда более формальна и ее следует использовать на туфлях. Крестовая шнуровка лучше держит и более плотная. Также она менее формальна и ее лучше использовать на повседневной обуви. Далее, если у вас пакатные плечи и щуплый торс, то его следует подправить. Научитесь одевать дополнительные слои одежды, которые будут придавать этим зонам определенную форму. Вот тут видите контрастный рисунок, он привлекает внимание и рисует четкую линию. Попробуйте использовать эпалеты или накладные карманы на груди. А если наоборот, то наденьте свитер, который округлит ваши плечи. Следующий совет поможет вам, если вы собираетесь отправиться на шопинг, и вы никак не можете понять, если вам предлагают хорошую вещь, как определить, рубашка хорошего качества или нет. Чтобы понять, качественное ли перед вами плетение, изучите материал, из которого сделана одежда, и как их совместили. Необходимо научиться обращать внимание на такие маленькие детали, так как такой навык поможет вам разобраться, хорошего ли качества ткань. Разойдется ли шов, которым сшили эти ткани через пять стирок или нет. Первым делом, на что я обращаю внимание, это на пуговицы. Я смотрю не только на тип пуговиц, пластиковые вполне пригодны. Но перламутровые, конечно, будут лучше. Я обращаю внимание, как пуговица пришита. Потому что если у них не было времени пришить нормально пуговицу, и она уже отваливается, при том, что рубашку еще и не стирали, то надо быть аккуратнее. Особенно если швы на изнанке рубашки отходят, значит, что производители не обращают внимания на детали. Обратите внимание на воротник, есть ли в нем съемные держатели. Это приятная деталь для рубашки. Это все говорит о том, что рубашка хорошего качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова